Медный купорос. Мертвая вода. Это памятник на века, как и останется. Золото идет и руда идет. Медный купорос. Мед, серебро, цинк. От отвала зимой, весной водами, как его называется, весенними. От снега, который растает, омывает вот эту всю эту руду, потом сюда на землю попадает. А эта земля, как это, здесь сенокосы идут на километр четыре, да? Да, четыре-пять. И все здесь косят. Речка, тоналышка, потом туда и попадают вот эту воду. И корм нашим коровам, вошадьми, на зиму. Сейчас уже засыхать начал. А он оттуда вытекает вот, ну от оттуда. Соль или что, такой вот такой белый. Сверху вот. На рекультивацию отдельные деньги должны быть. Сразу при начале открытия карьера и вложения должны сделать. А не себе только прибыль взять. Карьер добывает золото, металл, драгметалл. Вот эти двое. Они входят в нашу сельскую территорию. В нашу территорию они. А это мне чудится, что там дым какой-то есть? Ну там работают. Сейчас у них контора покажу. Красота. Закончится озеро. И там буквально 500 метров через гору хотели открыть карьер. Он же не только вот этот вот хребет. Он дальше, дальше, дальше он идет. Там красота вообще. С этой стороны золото. Вот Тубинск у нас раньше, во время Великой Отечественной войны, он треть советского золота давал. Представляете? И вот в советское время здесь рекультивацию сделали. Видишь, здесь все ровненько, все красиво. Даже не видно, что здесь была золотодобыча. Маленькие, вот два коричечка и все. А там видела какие котлованы? Там все убито. Как добывали раньше золото, а как добывают сейчас. Те карьеры сравнить и вот шахтный способ и вот такой. Взял, раскопал, добыл и бросил. Это пожалуйста. А тут нужно шахты, рельсы, подпорки, все это, электричество. А тут просто забурился, сверху все выкопал, вывез. Рекультивации ничего не надо. Все бросил. Фирмы обанкротил. И все. Родник оттуда вот начинается, вот идет, идет, идет туда. Вот полотенок. Если там карьер будет, то природа все, конец. Тут ничего не будет. Я сам 21 год работал в карьере. Карьера это самое вредное, самое, это такое, такое производство. Если природу убить надо, значит надо открывать карьер. Кто против геолога, разведок и открытия карьеров на нашем хребте и роды? Кто за? Кто задержался? Единогласно. Решением схода граждан в селе Кемясово 20 мая 2023 года было принято решение против всякого рода изучений, геологических разведок и открытия карьеров на нашем хребте и роды. Мы по конституции Российской Федерации статьи даже перечислять не будем. Мы единственный источник власти, народ, многонациональный народ Российской Федерации. Если это будет заповедник, там будет закрыт доступ туда. Так что это должен быть национальный парк, чтобы мы туда только ходили отдыхать и радоваться природе. Ни одно ООО, которое добывает золото, не работает здесь без нарушений. Ни одно! Почему мы должны доверять этому? Потому что нету оснований доверять. Музыка Можно еще раздавить. Речь шла о каком-то одном месте, да? О деревне. А ты сколько деревьев? А ты сколько деревьев? Забрали одно, забрали другое. Когда у нас забирают почву из-под ног, уже. То есть мы как? Останемся люди вешены в воздухе, как варионетки, что? Без своей земли, без... Без воздуха. Первый пульсер рядом, во-вторых, это священная гора там. Там народ сравняет администрацию с землею. Они даже не посмеют. На лицензию что вы даете? Ну вот сегодня тоже про лицензию разговор был по факту. Почему вопросы задали? То есть, вот лицензия, они же говорят, нету на добычу. Показали лицензию на добычу. Но лицензия такая же, как вот эта, что на разведку. Такая лицензия, надо же понимать. Не разговариваем, не моргаем, не дышим. Раз, два. Не моргаем, не дышим. И еще раз. Озеро Талкас отстаивали, отстаивали против золотарей. Отстояли везде. Люди говорят, что вы ходите, что вы валамутите народ. А сами летом народу много на Талкасе. Купаются с детьми. Ну и ладно, подумаем. Отстояли, да и ладно. Два года назад битыми посреди города Баймак сломали обе ноги. Это пять-пять ребер, отбили все, что можно. Нет, мне не страшно. Я здесь живу. Я никуда уезжать не собираюсь. Потому что в других местах меня никто не ждет. Там я чужой, там я новенький. А здесь я родился, здесь вырос, знаю все. И я хочу у себя жить. Если все это пройдет, то это будет тоже прецедент. Другие люди тоже начнут по такому же сценарию проводить у себя сходы. А это для власть придержащих у нас в стране не очень-то нравится. Потому что они привыкли работать в тишине кабинетов. А когда люди собираются, тут уж тишина не получается. Чиновники ведь это нанятые народом менеджеры. Как вы сейчас правильно сказали. Но они думают, что не народ их выбрал, а они делают услугу для народа. Одолжение. То, что они работают в теплых кабинетах. Им кажется, что они делают одолжение народу. Люди говорят, что Башкирия – это вторая Швейцария. А мы говорим, что Швейцария – это вторая Башкирия. Они берут ценные там металлы, а для нас цена земля, на которой мы живем. Нам не нужны камни наружу, которые лежат и после которых ничего расти не будет. Потом они всегда говорят, что мы откроем здесь рабочие места. В Обзелиловском районе они предлагали 5000 рабочих мест, открывая комбинат. Понимаете? Зачем Обзелиловскому району 5000 рабочих мест, если в Обзелиловском районе в сфере отдыха, туризма работают 10 000 человек? А вот Тимясово – мой родной дед. Наше село называется по имени моего прадеда – Тимяс Ильикеев. Уфа, где находится, это был город Башкорта. Город Башкир, просто говоря. И вот, это наша история, она очень глубокая история. И мы, жители Урала, именно Башкиры, живем здесь тысячелетия и тысячелетия. Поэтому это наша земля, и поэтому мы за нее боремся. Сейчас совместно с нами уже борются все люди, братья других национальностей, которые переехали туда позже. Когда начинался сход граждан, у нас администрация торопила. Давайте быстрее, давайте быстрее проведем. А я думаю, зачем он так торопит? Я говорю, люди собираются, давайте подождем. А потом он только до меня наивного дошло. То, что если бы мы чуть раньше, то у нас кворума не было. Но когда я подошел, я спросил, я говорю, сколько сейчас человек? Он говорит, 360. Я подхожу, говорю, 360. И там с администрации они, блин, кворум уже есть. И пока мы председателя, там секретаря избрали, вот сход начали, у нас уже 400 с лишним человек. Уже кворум есть. А раз кворум есть, сход считается законным. И его решения, они обязательно к исполнению. На этом сходе выбрали тех депутатов, которые были за, чтобы перевезти землю с промышленных сельхозназначений. Переизбрали главу сельского поселения, так как он тоже способствовал тому, чтобы там был карьер. Переизбрали старосту деревни. Конституция Российской Федерации, она гласит то, что народ и есть власть. Народ имеет право избираться и быть избранным. Исход граждан в местном самоуправлении, да, это самая наивысшая форма власти у нас является. Вот эта лицензия по РНДК, она тоже касается, их задевает через горы, уже Обзелиловский район. Там часть Баймакского района, потом Обзелиловский район. Там при выдаче лицензии есть курганы, а это памятники археологии, и они вошли в лицензию, представляете? И еще вошли действующие кладбища деревень. Сейчас при выдаче лицензии вообще ни на что не смотрят. Реки, реки, водоохранные зоны все равно. Деревья вырубаются вдоль этого рек, когда добывают золото. Там вот пересохшие эти, озера у них, озера, речки пересохшие, родники, ну все вот так вот, сломанные эти. Ну все, кошмар, как Мамай прошел. Собрались с народом и поговорили сами, решили не отдать, никакой пользы не будет, потому что у нас есть 100-летний стаж. До войны еще добывали у нас, рядом нашей деревне добывали золото. После войны добывали 60-70-е годы, вот в 80-е годы добывали медь, а в нашей деревне никакой пользы не было. Вот школа построилась в 70-е годы, до сих пор он работает без ремонта. Без крыши есть уже, крыша текет, дом культура. Вот из-за этого карьера, ну треснули стены, уже улица видать там. Здание ФАПа, фельдшерского пункта, служит с времен 60-х годов. Все еще отапливается дровами, там одна, один фельдшер сам топит, сама топит, сама убирается, и сама лечит, сама уколы делает. Вот до сих пор и там не подключен ни газ, ни электричество топится дровами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда дождь течет? Да, когда дождь, когда снег. Каждый год латаем вот это. Собственно, ручно? Ну да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это дом культура. А тут огорожено, потому что проваливается потолок? Да-да-да. Вот, смотри, уже вот-вот-вот. Уже двигала модера. Набрали? Набрали. Это же чем уеваты. Вы говорите, действующий дом культуры, в принципе. У вас что тут действует? Действует. Ну, фаер, всякие собрания проводятся, визитные там, всякие... А это тоже из-за сырости? Нет, это из-за карьеры. Ну, 88 квадратных километров. Девять? Да. А вот эта длина вот этого ирангыгской горы, 88 квадратных километров. Ну, если по километру посчитать, выходит вот это... Все вот эти горы должны уйти под карьер. Лицензию они брали за сколько миллионов? 255 миллионов. 255 миллионов. Они потратили вот эти части, ну, как, а по нет. 255 миллионов. Там речка течет. Прямо речка. А вокруг какая-то соленая земля лежит. Белым белым. А ей, завтра покажем. Соленая земля. Завтра покажем. Нет? Это химиката. Какая-то соленая среда лежит. Ни одной травки, ничего нет. А наши коровы там, наши лошади там пьют воду. А мама их и мала копион. Мая, сейдин. Мая. Гейл мая, мая! Мая, мая! Мая, мая. 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 Сонок, бай мя. 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 Ой, они голодные. Ой, мои хорошие. Вот это надо им. Утворение телевизор. О, с моя большая красавица. Беби. erneги, смяги, пом makes sense. Беби. Беби, мя. Беби. Моя любовь. Это сепаратор, который отделяет сметану, выделяется обезжиренное молоко и отделяется сметану. Продолжение следует... Раньше, когда моя мама пропустили, ручные были, такая ручка, как ручная мясорубка, подкрутили, крутили, зон-зон-зон, и вручную 25, 30, 35 минут крутили и вот отделяли от молока сметану. Раньше так было в нашем детстве. Потом появились электрические. Вот она пекет, выходные на базар, на базаре торгуют домашним хлебом. Свои клиенты. Хорошо берут. Если мы не успеваем, и мы в деревне сами покупаем. Петь. Ну, мастеров нет. Не могу найти мастера. Вот так. И сколько они там? Полтора часа должна. И будет уже хлеб готов? Гуси и шипаем, утят шипаем, потом друг друга. Крупное рогатного скота режем на мясо. Спасибо. С молоком? И шла еще. Она уже башкирка. Давайте попробуйте вот этот картош. Такую вкусную картошку. Во время колхоза всех обеспечивал колхоз работой. Все были заняты. Теперь колхоз расформировался. Колхоза нету теперь. И вот и работа не стала. Рабочих мест не стало. И все вот, кому не лень, но в основном молодые, молодежь, до 40 до 50 лет, они работают на севере. Магонтогорский, Кумертауи, заводах работают. Они вахтовики. Вахтовики, да. А женщины вот себе ищут работу, открываются. Вот она хлеб печет. У меня магазин. Вот учителя работают в школах. Но меньше стало. Но многодетные есть. Они живут за счет пособия детей. Почти что все. Коров. Это крупный рогатый скот называется корова. И лошади, кобылы. Я вот сама очень люблю телят, корову люблю. Ну, у меня же, они же как кошки. Коров. Как кошки? Ну. Любим друг друга. Они меня любят. Я их люблю. Ой, блин, блин, блин. Вы на русском не говорили в детстве, да? Нет, нет. Общение чисто на башкирском. А когда русский язык у вас появлялся, по какой необходимости? Ну, с первого класса русский язык преподавали. Но когда мы пошли учиться, вот так научились. Это нос, это рот, глазки, это волос. Вот так мы начали научиться на русский язык. Руки, нога, правый, левый, вот так научились. Вопускники едут в город Упа. Это наша столица. Это считается... 50 километров от нас. Туда едут. Большинство. Большинство? Да, потому что там хорошие все университеты, все училища. Я был дорогим. Большинство. Туда едут. В деревню возвращается нет. Потому что сама же видишь, перспективы нет. Туда едут. 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 Продолжение следует...